В ходе проведения специальной военной операции скрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов, реализуемой на Украине военно-биологической программой, финансируемой Минобороны США. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Вон, Игорь Коношенков транслирует уверенность каждый день по несколько раз, заряжает таким эмоциональным, так сказать, драйвом всех остальных. А представляете, что это такое? Продолжаем фиксировать передвижение российской техники на оккупированных территориях. Теперь Луганская область, автостанция Лутугина. Местные жители зафиксировали на видео шесть ракетных комплексов «Точка-У», которых вроде как нет, и россияне говорят, что их не используют. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. А представляете, что это такое? Делать каждый день, а я представляю. И дальше идем там от Пескова и так далее, и так далее. И немного о мобилизации в РФ. Главное управление украинской разведки располагает данными о планах на мобилизацию 10 тысяч заключенных для участия в боевых действиях. Ищут тех, кто имеет боевой опыт или просто не имеют стопов и моральных ограничений. Чем будут отличаться эти части от основных частей, пока не ясно, но точно ясно, что эта история не про патриотизм. Большая часть тех, с кем проводятся подобные беседы, они отказываются. Во-первых, никто не хочет быть пушечным мясом. Большая часть тех, кого пытаются склонить к участию в боевых действиях, они отказываются по тем или иным предлогам. И один нам вообще сообщил, передал через адвокатов, он говорит, ко мне приезжали, меня пытались вербовать. Это человек, который проходил, у него очень большой опыт участия в военных действиях, там и в чеченские войны, и работа в спецназе. Он говорит, я лучше еще, вот если прямо меня даже силой будут вывозить в Украину, например, для того, чтобы я там как-то помогал, я лучше парить тюремщиков, которые мне менее всего приятны, сломаю носы, с тем, чтобы меня еще там на 2-3 года оставили в этом учреждении, судили, посадили в штрафной изолятор. Но я лучше здесь останусь, чем поеду туда. Об уже мобилизированных тоже не всегда думают в России. В Архангельске попал в аварию автобус с призывниками. Автобус с будущими солдатами, а их 28 человек, столкнулся с фурой и газовозом по дороге к призывному пункту. Водитель фуры погиб на месте, водители других транспортных средств в больнице, а сами призывники сильно не пострадали, хотя, может, и хотели. Россияне разбомбили один из так называемых батальонов, так называемый ДНР. Речь идет о не менее так называемом 2-м батальоне народной милиции, который присоединили к частям РФ и все пытались удержать в секрете. Но как же такое можно сдержать в себе? Тем более, когда начинаешь осознавать, что тебя используют как пушечное мясо. Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, я так понял, толком, наверное, не кормили. Ну, а потом же их кинули куда-то на передок, они там стояли-стояли, молча-молча, блядь. Заебали стоять, начали назад отходить, искать пути отхода, нахуй. Попали на россиян, и россияне их разъебывали. Вот тебе, блядь, армия, нахуй, прикинь. Потерь в вооруженных силах России нет. Напомним, Министерство нападения РФ возглавляет Сергей Шойгу, который предложил перенести столицу России в Сибирь. Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров. Проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч человек. Лучше до миллиона. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. К сожалению, по известным причинам, имеется в виду распад СССР, проект дальнейшего освоения Сибири был остановлен. Заявил Шойгу, который в интервью журналу «Вокруг света» рассказывал, что из-за безудержного стремления к потреблению, человечество стремится к гибели. Ты добыл одного кролика и будешь сыт, но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо, а его нужно вначале добыть, сказал министру, который под Москвой построил дом за 18 миллионов долларов. Вы не знаете что-нибудь про новый дом в Шойгу, Сергей Кужегедович? Ой, 18 миллионов, кстати, конечно, видели. Нравится вам? Я его не рассматривал вблизи, мне просто не нравится, что он есть за 18 миллионов в Шойгу. Ну, вы ожидали, что именно в Шойгу могли обнаружить такой дом? Вас это удивило? На стране можно ожидать от кого угодно, чего угодно. Ну, как говорится, видимо, Аллах послал. Пороший дом, конечно. Много кто мог бы в нем поместиться. А вы могли бы позволить себе нечто подобное? Да вы что, издеваетесь? Ну, вы же платите министру Шойгу зарплату. К сожалению, да. Но ничего поделать с этим я не могу. А вам что, жалко, что у него за 18 миллионов дом? Ну, как-то, мне кажется, что у чиновника не может быть... Ну, Шойгу-то у нас один, ну и пусть у него быть дом. Министр обороны Шойгу как бы так невзначай проговорился о готовности и возможности клонировать древних скифов для создания из них спецподразделений российской армии. В качестве генетического материала будет использован раскопочный материал из скифских курганов России. Конечно, будет жутко обидно, если в результате долгой работы генетиков, программистов и слесарей будет получен какой-нибудь агроном-алкоголик 30-х годов прошлого века, просто уснувший на кургане и вдавленный в него первым советским трактором. Но, вообще-то, интрига не в самих скифах. Примерно в это же время тот же Шойгу сообщил, что в ближайшее время армия России получит боевых самоуправляющихся роботов, из которых будут точно так же, как и скифов, сформированы целые подразделения. В роботов ставят искусственный армейский интеллект. Вы, кстати, совершенно зря думаете, что я шучу. Роботы будут способны самостоятельно принимать любые решения, присуждать друг другу награды, устраивать парады, целовать знамена и освещать полковые церкви по своему усмотрению. Они сами смогут красить траву, голосовать на выборах и чморить роботов-первогодков, сливая у них масло и периодически насилуя их с жутким скрежетом. Ну и эти роботы смогут сами подметать металлическую стружку, образовавшуюся в процессе воспитательного насилия. Я подозреваю, будет много металлической стружки. Вся эта история с искусственным сержантским интеллектом долгое время все равно оставалась загадкой. Зачем вообще они нужны? Таких персонажей вполне достаточно и в их биологическом исполнении. Ну и вот тут-то все раскрылось. В Министерстве обороны выявлена очередная на 5 миллиардов рублей кража. Но при этом все в Министерстве в прекрасном расположении духа. Несомненно, это сделали боевые самоуправляющиеся роботы, вступившие в преступный сговор со скифами. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Субтитры создавал DimaTorzok